с днем рождения если кто-то может ему послать этот урок значит Натану Золотаревскому это один из главных в Днепропетровской общине главных столпов можно сказать так чтобы он стал еще большим столпом и чтобы у него прям фундаментом Натан Золотаревский с днем рождения и значит чтобы Всевышний дал ему благословение в этом году ему и все днепропетровское общение и всем всем людям которые стремятся служить Всевышнему и делают это от чистого сердца чтобы Всевышний дал благословение вместе с Натаном Золотаревским он очень помогает очень многим людям и мы с вами как раз сегодня дошли уже 81 урок у нас 81 урок и значит мы двигаемся дальше дальше мы двигаемся стараясь внедрить в себя это чувство которое по мнению Рава Шалама Аруша и по мнению Раби Нахмана и по мнению многих других великих людей знающих как устроен этот мир что благодарность это то чувство которое если его в себе развить до правильной правильной степени да то она дает прямо в этом мире вход в рай и решает все вопросы которые только человек себе на создавал знаете как люди себе создают проблемы приходят ко Всевышнему говорят ну что давай решимые проблемы а если ты не решишь так тебя нет знаете что же это такое а о чем ты раньше думал в общем благодарность да мы изучаем благодарность и сегодня он он идет очень Рав Шалама Аруш идет маленькими такими главками каждая из которых видно это был отдельный урок или не знаю как составлена эта книга но идет очень маленькими такими микро главами которые они какой-то глубинной связью связаны как все связано в этом мире глубинными связями но не всегда эти связи можно обнаружить значит 81 урок начинается с того что праздник света и благодарения он говорит так что в 8 дней хануки как раз установлено ханука вы знаете да это было в кавейбе кислев то есть это все время выпадает примерно на декабрь на декабрь плюс-минус выпадает этот праздник каждый год и ханука это день благодарения да то есть вот я думаю что в Америке сэнс гивен дэй вот это да день благодарения он как раз и выпадает всегда или близко с ханукой и смысл хануки это день благодарения это сказал Рабин Ахман вот есть его поучение посвящено празднику ханука начинается словами и установили эти 8 дней хануки чтобы благодарить и прославлять и действительно мы благодарим прославляем читаем аллель и ханука это как раз день благодарности за чудеса которые всевышний делал тогда 2300 лет назад и продолжает делать для нас каждый каждый день и мы должны за эти 8 дней были набраться света вот этого света свечей и набраться веры в то что всевышний делает чудеса и что всевышний каждый день это вообще чудо и мы мы благодарим всевышнего и учимся благодарности и дальше он пишет свет хануки весьма велик на самом деле свет благодарности и благодарения легче всего обрести именно в дни хануки специально для этого и предназначены ханука это чудесный свет полного избавления и каждый кто его удостоится обретет собственное спасение то есть если человек во время хануки научился и как мы с вами уже 81 урок мы учимся быть благодарными всевышнему то мы каждый по отдельности достигает личного индивидуального спасения то есть что значит спасение спасение это если тебе плохо а тебе стало хорошо и тут я вижу что по своей жизни например да что я практикуя благодарность вот уже 80 дней это как раз началось мы начали изучать эти уроки торы суккота и как раз 7 октября произошло страшнейшее событие началась война и я помню как первое время у меня я тоже у меня было очень очень сильно я страдался переживал и так далее но потом я начал благодарить и я вижу что в войне войне война идет своим путем а мой внутренний мир он очень изменился и намного стал ближе ко всевышнему когда перестал страдать и начал благодарить всевышнего и это называется личное спасение теперь он говорит что если значит общее избавление когда во всем мире исчезнет зло это действительно великая закрытая вещь и для его достижения требуется работа множества индивидуумов но персональное спасение каждый может обрести сам своей работой это свет ханути свет машеха свет личного но совершенного избавления то есть здесь он нам говорит что в мире наступит общее благо избавление до придет машех будет третий храм когда много отдельных индивидуумов 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 индивидуальных умов достигнут личного избавления которая как раз и достигается через благодарение все вот такая вот коротенькая но интересная вставочка про хануку и действительно хануке уже у меня было состояние лично у меня что я провел хануку в благодарности всевышнему и то что раньше меня выбивало то есть что человека выбивает из состояния благодарности в состоянии раздражения неудовольствия гнева и там и депрессии в итоге человека выбивает когда жизнь идет не так как он хочет то есть вот вдумайтесь да какая идея глобально миром управляет всевышний понятно что человек с трудом себя контролирует и человек даже свой ум не может контролировать тем более свою жизнь то есть попытка быть царем в даже в своей голове то человек не может минуту не думать когда надо заснуть он не может заснуть когда надо проснуться не может проснуться когда надо то делать он не может человек своей головой своими мыслями очень с трудом управляет теперь понятное дело что он не управляет другими людьми понятное дело что они управляют погодой не управляет миром он не управляет Даже собой он с трудом управляет. Теперь человек, который пытается контролировать других людей, окружающий мир, и пытается, чтобы все делали то, что он хочет, он претендует на какое-то сверх свое величие в этом мире. То есть это то, что называется гордость. И он вступает как бы в конфликт с тем, кто по-настоящему управляет всем миром. А кто управляет всем миром? Всевышний. Теперь на вот этом вот контрасте, когда я недоволен тем, что происходит, причем есть люди, они даже собой недовольны. А что ты собой недоволен? Ты в твоем контроле, мысли твои в твоем контроле. Что ты собой недоволен? Но в этот момент, когда человек, он недоволен тем, что происходит, реальностью, он попадает в очень сложную ситуацию для себя. Потому что, слушай, а ты недоволен, и что дальше? Кто от этого выиграет? Вот люди, вот я не могу радоваться, когда там то-то, то-то. Ну не можешь, не радуйся. Ну все тебе тогда, молодец. Решил не радоваться? Радуйся, что ты можешь делать то, что ты хочешь. То есть ты можешь, ты решил не радоваться? Не радуйся, все, чего ты хочешь. То есть, понятно, да, идея? Человек, когда он начинает признавать Всевышнего, что все от Всевышнего, он признает реальность. И он в этот момент расслабляется и начинает принимать реальность такой, какая она есть. И он видит ее, он с ней соединяется, он с ней сливается через благодарность. Вначале через те аспекты, которые идут так, как он хочет. Ведь в любой ситуации есть аспекты, которые идут так, как ты хочешь. И ты вначале принимаешь Всевышнего через эти яркие, красивые пазлы, пятна, которые тебе нравятся. Ты говоришь, Всевышний, как я, он молодец, он вообще, вот погода мне нравится. Спасибо Всевышнему, ты сделал погоду, как я заказывал. Вначале хотя бы так соединяйся. Соединился ты. Спасибо Всевышнему, вот я хотел там книжку купить или машину купить, или обувь купить, или футболку. И купил именно такую, как я хочу. Спасибо Всевышнему, что мне как бы подстроил мир так, как под мой запрос. Вначале он так соединяется. А как быть с теми пятнами, когда Всевышний не подстроил? Начинается второй момент, это уже более крутая работа. Я, человек говорит тогда, я понимаю, что оно не так, как я хочу. Но я же понимаю, что Всевышний хозяин. И я верю, что он все делает для моего добра. О, это уже уровень next level. То есть, это уже более высокий уровень. Соединение со Всевышним. И в этот момент, как нам объясняет Раф Шаламаруш, и тут никакая психология к этому не идет. То есть, мы верим, что Всевышний, он занимается тем, что называется частное предопределение, частное проведение. То есть, как бы психология говорит, но ты благодарный, ты молодец тебе, тебе хорошо, все, стоп. Тора нам говорит, нет, не стоп. Когда ты благодарен за то, что кажется не негативным тебе же, ты проявляешь это вера. Это вера во Всевышнего, которая сильнее, чем реальность, чем тьма. И ты этой верой, ты исправляешь какие-то ситуации, которые ты когда-то создавал. И вот тут как раз следующая называется глава против всякой логики. Она как раз и показывает вот этот аспект благодарения, который идет действительно против логики и ломает законы природы. Сразу хочу вас предупредить, что мнение Равшалумаруша не совпадает с мнением многих других раввинов. Рабин Ахман, он считал, что к врачам обращаться не надо, врачи не помогают. И его последователи многие думают точно так же, это их убеждение, что к врачам не надо убеждаться. Есть другие раввины, не менее великие, чем Рабин Ахман, которые говорят, что врачей надо слушать. Так написано в Шухонорухе, это главный сборник законов, что даже если больной говорит в Йом-Типур, я буду поститься, а врач говорит ему это опасно, то больного заставляют кушать в Йом-Типур. То есть мнение врача очень важно. И они базируются на том, что через врача Бог как раз и лечит. В Торе есть, что и дал силу врачу Лерапот, то есть Бог дает врачу силу излечиваться. И здесь мне намного ближе подход Любавичского Рэбе, который прямо рассказал, как нужно действовать. И он посылал людей именно к врачам, именно к тем врачам и к другим врачам. То есть у него был подход другой. То есть ты должен идти через врачей и знать, что именно Бог через врачей дает тебе исцеление. Это был подход Любавичского Рэбе. То, что мы сейчас читаем, это подход Равшала Маруша, Раби Нахмана. Значит, мы изучаем сейчас его книгу, просто смотрим на вот эту грань. Значит, «Против всякой логики» называется следующая глава. Он рассказывает. Мой ученик тяжело заболел, и ему сказали, что он должен пройти химиотерапию. Он решил отказаться от этой процедуры, поскольку слышал, что такое лечение разрушает человека. У него выпадают волосы, тело слабеет и не может противостоять болезням. Он сам говорил, я верующий человек, и каждый день уединяюсь на час для молитвы, я обращусь прямо к Всевышнему. То есть он решил отказаться от химиотерапии. Ну, кто не знает, то когда вырезают опухоль, то химиотерапии как бы нейтрализуют остатки этой опухоли, чтобы она не начала распространяться, чтобы не пошли метастазы. «Когда он пришел ко мне, пишет Равшаломаруш, рассказал о своей беде и попросил, чтобы я ему помог укрепиться в вере. Я ему сказал так, я буду с тобой в любом решении, которое ты примешь, и помогу тебе своими молитвами». То есть это так ему сказал Равшаломаруш. «Хорошо». Тогда он говорит, этот ученик, я решил не ходить на лечение, на химиотерапию. Я ему сказал, это твоя жизнь, поступай, как ты решил. Он попросил, мне нужно, чтобы ты меня укрепил. Я сказал, ты давно уже знаешь, что все мои уроки о благодарности и благодарении. Поэтому тебе нужно каждый день час уделять благодарению, а если сможешь, добавь к этому еще час обычной уединенной молитвы с раскаянием. То есть есть молитва благодарения, есть час молитвы с раскаянием. Он говорит, хорошо. И так каждый день он уединялся на час. То есть уединенная молитва, это уйти куда-то на природу и там разговаривать со Всевышним. То есть, чтобы никто не мешал на природе без телефончика сесть в таком месте, где есть именно контакт с проявлением Всевышнего, именно через природу. Куда угодно, лес, поле, ручеек, в кустах где-то спрятаться. Но главное, чтобы была уединенность такая, ты и природа. Значит, и каждый день он уединялся на час, чтобы петь Всевышнему и благодарить его за эту болезнь. Помимо часа благодарственной молитвы, он проводил еще час в раскаянии. Произносил имена праведников, псалмы, отрывки молитвы. И также он поехал еще к одному раввину, там искупление души. Есть раввин такой, который очень, ну такой специфический, да. Есть такие харизматичные, которые непонятно где грань здесь норма. Ну то есть они явно ненормальные, все харизматичные, они ненормальные. Но этот, я не буду даже назвать его фамилией, потому что во многих кругах он считается раввином, ну таким, слишком харизматичным. И, ну, это учитель Рава Шаломаруша. То есть Рав Шаломаруш, он считается харизматичным, но таким, в норме. А тот, кто его учитель, он считается харизматичным, который, ну, на грани выхода из нормы, да. Ну, в общем, этот человек, который болел, он поехал и к этому раввину второму. Значит, продляться, как пишет Рав Шаломаруш, да продлятся его дни. И мы присоединяемся к его благословению, потому что, вы знаете как, лучше всего ко всем раввинам и ко всем святым людям относиться с уважением. То есть не в этом и проявляется смирение, мы не знаем. То есть норма, не норма, кто-то сказал, как-то сказал. Для самого человека лучше всего относиться ко всем людям с уважением и особенно к святым людям, потому что кто знает. Вот, поэтому, значит, мы повторяем слова Рава Шаломаруша, что да продлятся дни того раввина. И, в общем, это тоже помогло ему и смягчило для него тяжкие переговоры, дало силу приникнуть к Всевышнему в молениях и молитвах. Также он на протяжении 40 дней ежедневно, он ездил на могилы праотцов в Хеврон. И в Хевроне он молился Маратом Ахпилайтом, молитва Аврама, Ицкака и Акова и про матерей. И, значит, что? Он сказал так. Вместо того, чтобы лежать в постели, не в силах двинуться после химиотерапии, когда не только тело разваливается, но и душа слабеет. И поэтому скатывается человек в уныние и депрессию. Вместо этого я весь день посвящу молитвы. В общем, он уговорил профессора, чтобы профессор продолжал ему брать анализы. Но он на химиотерапию не ходил. И профессор ему сообщал о результатах анализов, о тяжести болезни. Это его еще больше стимулировало молиться больше и больше. В общем, он говорил спасибо Всевышнему большое, спасибо за свою болезнь. Он радовался своей участи, веря, что все к благу. И благодарил он за свою болезнь ежедневно. Концовка главы. Вот видите, я так еще и подчеркнул. Так он действительно удостоился каждый день совершать реальную работу своими молитвами, часами уединения, поездками к Майдиву и праотцов, не считая часа благодарения. И благословенно имя царя царей болезнь исчезла. Вот так на пути веры и молитвы можно увидеть чудеса. Особенно если идти путем благодарения и благодарности. Значит, каждый человек говорит спасибо, он полностью смиряется перед Всевышнему и принимает его предопределение. Владыка мира, ты так решил, спасибо. То есть, он не остановился, мы видим. То есть, он очень активно, он шел, ну куда он шел? На приближение ко Всевышнему. Я принимаю, когда человек принимает что-то, он расслабляется. Когда он расслабляется, то он соединяется с энергией Всевышнего, и он в это время очищает, очищает, очищает благодарность, принятие. Есть психологи разные, которые говорят, что вот эти все опухоли и так далее, это психосоматика, последствия каких-то обид. Как царь Соломон говорил в Мишлее, что от кины, кина это зависть, гниют кости, например. То есть, это тоже психосоматика, причина болезней. Дух Руах Некеа, сейчас. В общем, сильный дух, он человека поднимает, а когда он в депрессии, это его ломает. Это понятно делает. Да, это тоже царь Соломон говорил. В общем, говорит он так, что самое главное, вот во всех этих, такой очень важный, не самое главное, извиняюсь, он пишет, один из принципов, которые еще здесь надо на него обратить внимание, что оказавшись в беде, следует быть весьма сильным, чтобы не допустить в своем сердце никаких дурных мыслей о Всевышнем. Так я и сказал этому ученику, будь сильным благодаря всей души, не дай ни одной дурной мысли проникнуть в твое сердце. Нельзя думать плохо о Всевышнем. Все, что дает Всевышний человеку, лишь к его благу. И вот именно в крайних таких ситуациях, в крайних ситуациях, когда человеку кажется, что как вообще это, все к благу. Вот именно в этот момент и справляется тот корень, который привел к этой негативному последствию. И чем, вот как зуб лечат, да, у него там корень ковыряют, страшные эти вещи вообще, да, с этими зубами. Да, ну чтобы прошел какой-то у человека флюс, вот у человека опухоль. Если он будет опухоль, только не опухоль, флюс, знаете, зуб напухает вот так. Если врач пришел, он к врачу, тот ему говорит, слушай, у тебя так распухло, давай будем там гладить, мазями мазать, давай будем там йодовую сетку сделаем тебе, ну чтобы она опухоль прошла. Ну хорошо, а у него там флюс, у него зуб мудрости, корень гниет, да, то сколько ты снаружи не машь, это все, как есть такое выражение, мертвому припартии. Все это как мертвому припартии. А что нужно? Нужно в корень идти, идти в корень. Я помню, когда-то у меня зубы мудрости удаляли, один зуб пилил, он прям пилил его на 4 части, вырывал там, это страхи были. И я в этом кресле, я сидел и молился, и просил Всевышнего, чтобы он меня простил за все. Я там, я не знаю, что я вспомнил, я потом, мне, кстати, надо посмотреть, я эту историю вспоминаю, но я эту заметку надо будет найти. Я вышел, сделал заметку такую, да, что я обещал Всевышнему в кресле у стоматолога. И я там вот что-то наобещал, чтобы быстрее у меня этот зуб вытащили, да. Но именно в момент, когда человек, в момент страдания, он настолько благодарен Всевышнему за все, что Всевышний для него сделал, то ему открывается какая-то штука, и он вычищает корень, на котором эти проблемы и возникли, корень в себе. Вот, и поэтому заканчиваем мы сегодняшний урок тем, что, значит, заканчиваем несколькими такими, ну вот, выводами, да. Первый вывод это слова Рабина Ахмана, напрямую он здесь приводит и говорит. Почему надо верить, что Всевышний добрый? Почему надо верить, что все к лучшему? Потому что, говорит Рабина Ахман, ведь Всевышний благословен он по милости своей, сотворил мир, поскольку хотел раскрыть свое милосердие. А если бы не было сотворения мира, кому бы он раскрывал свое милосердие? Поэтому он сотворил все творение с начала эманации, как своего проявления первого, до конца центральной точки материального мира, чтобы показать милосердие свое. Это, здесь мы как раз коснулись, почему именно надо верить в милосердие Всевышнего, потому что так оно и есть. И когда ты веришь, ты присоединяешься именно к этому процессу. И я предложил ученику молиться так. Владыка мира, дай мне быть сильным, чтобы в мое сердце и в мой ум не проникла ни одна мысль о каком-то зле. Такого просто не бывает. Ты сделал это и спасибо тебе большое. Ты знаешь, что делаешь, и это лучше всего для всех людей. Спасибо тебе большое, Творец мира. И дальше последнее сегодня то, что я подчеркнул. Отсюда видно, что главное научить человека совершать уединенную молитву, чтобы он сам начал говорить с Творцом. И, значит, час благодарения, потом ты рассказываешь не спеша о своих бедах. Раз уж ты пришел, поблагодарил, поблагодарил, ты рассказываешь, что есть беды, которые тебе кажутся бедами, но ты понимаешь, что они не беды, но ты бы хотел все-таки, чтобы они ушли. Потому что раз Всевышний тебе их прислал для добра, то ты хочешь это добро быстрее увидеть. И вот, когда ты в таком формате просишь Всевышнего, то он тебе как-то открывает в каждом конкретном случае. Но дальше он продолжает. Главное, это вера, что все к лучшему. Она смягчает все приговоры. Поэтому, какая бы беда ни пришла, человеку нужно сказать Всевышнему или даже самому себе. Я твердо верю, что в мире нет зла и все к лучшему. Всевышний благ и никакого зла не может от него произойти. Если повторят эти речи снова и снова, можно смягчить все приговоры и открыть все врата. Лишь укрепляйся вере и благодари. Благодари. Все. Очень сильное месседж и послание. И, значит, сегодня мы идем очень по графику. Постараемся в 29 минут уложиться. Сегодня у нас четвертый урок в книге «Хэппинес. Счастье». И четвертый урок, значит, он как раз вот так классно. Здесь мы идем в глубину. Да, Рав Шаламаруш, он дает нам такое глубокие. Даже мы сегодня изучили, зачем Бог сотворил мироздание. Да, чтобы править свое милосердие. То есть, это глубокая такая тора. А здесь именно практика. Что делать? Такой американский подход, знаете. Start your day the right way. Все четенько. Start your day. Начни свой день the right way. Правильным путем. Правильным от слова, видите, right на английском, это правая рука. Правильный. На русском тоже правильно. Это с правой ноги, говоря. Да, стартани с правой ноги. Когда, он спрашивает так. Какая твоя первая мысль, когда ты просыпаешься утром? Он говорит, какие твои мысли? Да, соц, это твои мысли. Когда ты просыпаешься утром? Wake up. Он говорит, ты независима от прошлого, от сейчас. Я предлагаю тебе выбрать мысли благодарности. Чем больше joy ты переживаешь в твоей жизни, тем больше благодарности у тебя будет, и тем легче будет тебе это делать. То есть, оно идет как цепная реакция. Вот ты утром проснулся, он говорит, сразу же благодари Всевышнего и прямо кричи громко или про себя, если рядом с тобой кто-то спит. I'm alive, я жив, I'm alive. Ты можешь это кричать каждое утро. Или про себя, или вслух. А если ты спросишь, чего должен это кричать? А представь, что могло бы быть, если бы ты, не дай бог, попал бы в аварию, как бы ты кричал потом? Я жив, я жив. Если бы на тебя напали грабители, как бы ты кричал? Я жив, я жив. Если, значит, столько в жизни неприятностей, если бы они случились, то ты бы, и ты бы от них спасся. Ты бы кричал бы, я жив, я жив. Так кричи сейчас, радуйся этому. Зачем тебе ждать ситуации, когда, не дай бог, ты мог бы потерять свою жизнь, если ты, и тогда бы ты ее бы оценил и кричал, вау, у меня есть жизнь, я жив. Сейчас кричи, так он предлагает. You don't need such dramatic life events to feel happy. Он говорит, ты не должен переживать такие драматические жизненные ситуации, чтобы почувствовать счастье от того, что ты жив. Ты можешь это переживать, эти эмоции, много раз каждый день. Да? И, значит, это задает классный старт дню. Ну и по уторе мы обязаны каждое утро просыпаться, это прям первое слово, прям это обязанность, говорить следующий текст. Муде Анили Фанейха. Вот хотите на английском. I express my gratitude to you, the king. Царь, я выражаю свою благодарность тебе, царь, who is alive, кто жив и кто всегда существует и дает существование всему. For returning my soul to me, что ты вернул в меня душу мою, with compassion. With compassion, with compassion, это с милосердием. Great is your trustworthiness. Очень велика твоя вера в меня. Ты в меня веришь. То есть, представляете, утром ты говоришь Богу, ты веришь в меня, ты мне дал еще один день, ты веришь, что я в этот день сумею сделать что-то хорошее, доброе для своей души, для мира, для людей, и поэтому я сегодня проснулся. I am alive. И вот он советует действительно чувствовать себя, как будто бы ты выиграл лотерею каждое утро, когда ты проснулся. Он говорит, что это тебе даст, и приводит слова своего учителя Равхайма Шмулевича. Он говорит, смотрите, вот человек, например, он держит в руке дорогой стакан, такой бокал, и он у него падает, разбивается. Это он говорит плохо? Это плохо. Это говорит плохо. Он упал и разбился. Ты можешь быть грустный. Но, если в этот самый момент твой друг прибегает и говорит тебе прекрасные новости, что ты выиграл джекпот, что ты, значит, выиграл лотерею, что, значит, ну, что-то такое очень хорошее, то уже потеря этого стакана, она тебя не будет волновать. Она не будет для тебя такой расстраивающей. Ты все равно будешь прыгать до потолка от радости. И он говорил своим студентам, когда ты получаешь вот этот вот уникальный appreciation, благодарность, когда ты начинаешь переживать это как подарок, что ты живой, что ты живой. И получается, что у тебя исчезает сразу, в этом растворяется множество мелких неприятностей. От контекста, значит, в огромной мощной радости, что ты живой, все трудности твоей жизни, они становятся легче. И ты, конечно, будешь дальше искать solutions, и будешь ты искать решения каких-то своих трудностей. Но твое эмоциональное состояние будет намного более продуктивное, чтобы найти эти все решения. Да, понятно. Вот такой вот хороший мы сегодня узнали совет, урок. Поэтому, чтобы Всевышний вам дал, нам дал, прям вот это чувство благодарности, с огромной мощностью, сильной благодарности, которая растворит все мелкие трудности, поможет найти решение во всех мелких трудностях. И в заслугу вот этой благодарности Всевышнему мы получим огромное то, что называется успех, удача, благополучие, благословение, которое даст возможность реализовать свой потенциал. У каждого свой потенциал, и вся жизнь это реализация просто этого потенциала. И все. Все, друзья, удачи, успехов, прекрасного дня, и до завтра. С Божьей помощью встречаемся завтра. Напишите, пожалуйста, свои выводы. Напишите свои выводы, что вы для себя поняли. И спасибо большое. И напишите свои выводы. И что вы собираетесь делать? То есть фиксируйте и поделитесь уроком. Спасибо вам огромное за вашу помощь, за то, что вы делитесь уроком, за то, что вы помогаете. Спасибо вам огромное, чтобы Всевышний дал вам огромные ресурсы для того, чтобы помогать.